Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 октября. Память апостольного Аверкия, епископа Иерапольского. Царственная Марка Аврелия, 161-180-е годы, сына Антонина, в городе Иераполе, это богатый город в Афридии, область Малой Азии, населенным по преимуществу язычниками, был епископом святой Аверкиич. Однажды там справлялся торжественный праздник в честь идолов, и все неверующие, собравшись в свой храм, ликовали и поклонялись своим бездушным богам, идолам, принося им жертвы. Святой Аверки при виде такого зрелища прослезился, скорбя о том, что люди, ослепленные безумием, оставив Бога, поклоняются бесам и, забыв создателя, чтут творения рук силовесеских. Затворившись у себя дома, епископ молился, говоря, «Божи веков и Господи милости! Ты создал всю вселенную и управляешь ею! Ты послал единородного сына своего на землю, чтобы он воплотился ради человека! Милостивым оком взгляни с небес на весь мир! Не оставь и города сего, где ты поставил меня пастырем словесных твоих овец! Посмотри на помраченных людей! Честь тебе подобающая они воздают не тебе, а скверным бесам, идолам, которых сами же себе сотворили! Избави, Господи, этих заблуждающихся людей от погибели! Из тьмы приведи их к истинному твоему свету! Сопречти их к избранному стаду твоему!» После этой усердной молитвы святой уснул, так как уже наступила ночь, и вот в сонном видении ему предстал юноша необычайной красоты. Он, давая Аверкию жезл в руки, говорил, «Иди, Аверки, во имя мое, и этим жезлом сокруши начальника в заблуждение!» Пробудившись от сна, Аверки понял, что в видении ему явился сам Господь, «И почувствовал в сердце своем несказанную радость!» Исполнившись рвением, он тотчас встал, и, взяв попавшийся ему кол, он той же ночью в девятый час отправился к храму Аполлона, где накануне происходил праздник языческий, и было принесено множество жертв. Часы считались от восхода солнца, так что девятый час соответствовал нашему третьему часу дня. В этом храме находилось много драгоценных, прекрасно убранных идолов. Подойдя к храму, Аверки нашел двери его запертыми. Он ударил в них, и они тотчас распахнулись перед ним. Войдя в храм, святой епископ сначала стал поражать главного идола Аполлона, а затем и других. Всех их он сокрушил и разбил на мелкие части. Глухие же и немые идолы, будучи бездушными и не обладая силой, не могли защищаться, когда святой сокрушал их. Только слышался стук от их падения. Жрецы идольские, жившие недалеко от храма, проснулись и, слышав в храме великий стук, не понимали, что это могло значить. Прибежав ко храму, они увидели, что идолы богов их лежали на земле в прахе, а святой Аверки попирал обломки идолов своими ногами и сокрушал их жезлом. При виде сего он от жрецов напал страх. Святой же, обратившись к ним, сказал с гневом, «Ступайте к начальникам города и ко всему народу. Скажите, что боги ваши, упившись на вчерашнем празднике, который вы устроили для них, перебронились между собой и, упав на землю, разбились». Сказав это, святой отправился в свой дом, как сильный муж, победивший врагов. А такими воистину и были идолы, приведшие к погибели много душ человеческих. Жрецы идольские отправились в городским начальникам и рассказали им обо всем, что сделала Аверки. С наступлением дня весть о случившемся быстро распространилась по всему городу. И вот все, от мала до велика, простой народ и начальствующие лица собрались к храму. Увидев идолов своих разбитыми на мелкие части и разбросанными по земле, все сначала изумились. Потом, исполнившись ярости, все стали кричать «Смерть Аверкию!» Другие добавляли к этому «Послать его к царю! Там потерпит он муки, равные его преступлению!» «Нет, лучше сейчас же пойдем и сожжем его со всем его домом!» предлагали другие. Начальники остановили народ. «Не смейте зажигать дома Аверки! Мы опасаемся, как бы ни пострадал от пожара весь город, если вы подожжете дом Аверкия! Лучше схватим Аверки и сами придадим суду, или же отошлем на суд к верховному правителю!» Когда народ находился в таком волнении и уже хотел напасть на дом Аверкия, соседи епископа, услыхав о всем, отправились к нему в дом. Они застали его учащим, собравшись к нему верующих, и рассказали ему все, что слышали в народе, который хочет идти к его дому и схватить его, как злодея. Услышав сие, верующие устрашились и молились своего пастыря выйти из дома и скрыться где-нибудь на время, пока не прекратится волнение народное. Святой же без страха сказал им в ответ, «Господь повелел своим апостолам, чтобы они с дерзновением безбоязненно проповедовали всем народам слово спасения. Так мне ли бояться людей, восставших против меня и ищущих моей души за мою ревность о Боге моем? Если я и могу скрыть от рук человеческих, то как могу я избежать руки Божьей? Какое место может укрыть меня от него? Поистине говорю вам, братья, не пристало нам бояться и скрывать, когда нам помогает сам Господь, хранитель жизни нашей. Пострадать за него есть благо, и смерть за него слаще всякой благополучной жизни. Сказав это, святой вышел из своего дома и отправился в самую середину города, а верующие следовали за ним. Придя на то место, где обыкновенно собирался народ и воссел на возвышении, а веркий стал поучать бывших там людей, чтобы они познали истинного Бога, поняли прелесть бесовскую и ложность богов своих и отказались от идолослужения. Он умолял, чтобы они верно служили единому Богу, вышних, живущему, создателю всего мира. Тогда некоторые из изыскников отправились к начальникам городским и к народу, собравшемуся при храме Аполлоны, негодующему на неспровержение идолов, и возвестили, что о верке среди города получает людей вере Христовой. Услышав о тем, все еще более разгневались на о верке, которая не только сокрушил идолов их, но даже дерзнул явно перед всеми проповедовать свою христианскую веру. Вышедшие из храма, они страшным гневом пошли туда, где находился святой, чтобы тотчас убить его. Среди народа находилось три отрока, которые с давнего времени были одержимы бесами. Когда народ стал приближаться к святому, юноши, действия бесов вдруг пришли в выступление, и, спуская страшный вопль, привели всех в ужас. Разодрав на себе одежду, они стали терзать зубами свое собственное тело и грызть свои руки. Упав на землю, они катались, извергая пену, и беспрестанно кричали ужасным голосом, «Аверки, заклинаем тебя единым и истинным Богом, коего ты проповедуешь. Не мучь нас прежде времени!» При виде такого ужасного явления народ пришел в ужас, глядя на лютое мучение тех юношей и слыша их страшный вопль. Позабыв, зачем пришли, они с недоумением ожидали, что будет дальше и что сотворит с юношами Аверки, которого бесы просят оставить их в покое. Святой же стал молиться, «Отче возлюбленного сына твоего Иисуса, ты отпускаешь нам грехи, хотя бы их было у нас бесчисленное множество. Ты подаешь нам все, чего мы не просим у тебя на пользу. Тебя ныне прошу и молю я, огради юношей сих от бесовского нападения, чтобы они потом шли путем твоих заповедей, последуя святой воле твоей. Увидя чудесное знамение, которое ты совершаешь над ними, многие уверуют в тебя, единого всесильного Бога, и познают, что нет другого, кроме тебя». Помолившись так, святой обратился к юношам, коих мучили бесы, и, ударяя их слегка по голове жезлом, который, держа в своих руках, сказал, «Именем Христа моего повелеваю вам, бесы, выйдите из юношей, не причиняя им ни малейшего вреда». Воззапив ужасным голосом, бесы вышли из юношей, лежавших на земле подобно мертвецам. Взяв каждого из них за руку, святой Аверки поднял с земли. Они точно сделали совершенно здоровыми, и, припав к святому лобзаре, честные его ноги. Когда народ увидел это, то забыл о своей ярости и возопил, «Единый истинный Бог, коего проповедует Аверки». Затем стали спрашивать и самого святого, «Скажи нам, человек Божий, примет ли нас твой Бог, если мы обратимся к нему, простит ли он бесчисленные грехи наши, научи нас, как нам веровать в Него». Отверши устав свои, святой Аверки начал учить людей Бога по знанию и продолжал наставление даже до девятого часа дня. Приказал он также привести к себе всех недужных и исцелил их, призывая имя Иисуса Христа и возлагая на них свои руки. Услышав его учения, и увидев чудеса, все люди уверовали в Господа Иисуса Христа и просили Аверки, чтобы он сподобил их святого крещения. Так как уже был вечер, то святой отложил крещение и до утра, повелел всем готовиться к принятию святого таинства. Когда утром на другой день собрался народ, он повел всех к церкви, и снова получал их. Затем, сотворив обычные молитвы, крестил в тот день пятьсот мужей. И в течение немногих дней не только Ераполь, но и другие окрестные города и деревни он привел в Христовую веру и крещением соединил с Богом. И пронеслась о нем слава повсюду. Много больных из различных и отдаленных стран приходили к нему, и получали они сугубое исцеление тела и души. Одна знатная женщина по имени Фриелла, мать из Ксениана Паплиона, проконсула Восточного, будучи слепой и слыша о том, что Аверки исцеляет много различных болезней, велела вести себя к святому мужу. Она застала Аверки учащим народ и, припав к ногам его, просила святого, чтобы он отверз ее потерявшее зрение отче. Заботясь прежде всего о просвещении душевных очей Фриеллы, святой спросил ее, верует ли она во Христа, который отверз в отчестве порожденному. Когда Фриелла дала обету веровать и проливала обильные слезы на ноги Аверки, святой, помоляясь Богу, прикоснулся к ее очам и сказал «Свете истины, Иисусе Христе, прийди и отверзи очи рабы твоей». Точа с Фриелле возвратилась зрение и она восприняла крещение от святого. Крестившись, она вручила святому половину своего имения, чтобы он раздал нищим, и, получив наставление от него, она возвратилась к себе. Сын ее проконсул, Ексениан Попион, видя мать прозревшую, и узнав, что ей отверз в отчестве своими молитвами святой Аверки, захотел видеть его и воздать ему благодарность за исцеление своей матери. Святой же научил Ексениана вере и обратил его ко Христу. После всего три другие женщины, также пораженные слепотой, приступили к святому и, поклонившись ему, сказали, «И мы веруем в Иисуса Христа, коего ты проповедуешь, поэтому молим тебя, отверзли нам отче, подобно тому, как отверз ты их в Фриелле». Святой же отвечал на это. «Если вы действительно веруете в истинного Бога, как утверждаете, то увидите свет его, сказав это святой, возвел очи свои к небу и стал молиться». Во время молитвы святого с небес не шел луч неизреченного света, превосходящий сияние солнца, и озарил то место, где стоял на молитве святой Аверки. Все бывшие там не могли переносить этот неизреченный свет, пали на землю, и только три слепые женщины стояли неподвижно. Когда лусь коснулся отчей слепых женщин, они прозрели, и блистание небесного света прекратилось. Святой спросил прозревших, «Что увидели вы прежде всего, когда вернулось вам зрение?» Тогда первая сказала, «Я видела ветхого днями, который прикоснулся к моим очам». Другая сказала, «Видела я прекраснейшего юношу, который дотронулся до моих очей. А я видела в африкмонтрете, что очей моих коснулся пресветлый отрок». Услышав это святой, и все бывшие с ним прославили Бога единого в Троице, творящего дивные и преславные чудеса. Затем Аверки, узнав, что и в соседних городах и селениях находится много страдающих различными недугами, отправился туда со своими учениками и, подражая Господу своему, обходил города и селения, уча людей о Царстве Божием, исцеляя больных. Придя в одну местность, расположенную при реке, называемую Селище, он преклонил колено и так стал молиться. «Господи щедрый, услыши меня раба Твоего!» Испошли благодать всему месту, да истечет здесь источник теплых вод, чтобы обмывающиеся в нем получили исцеление от всякого недуга и язвы. Когда он окончил свою молитву, вдруг при ясном небе загремел гром. Все находившиеся там ужаснулись, когда после громового удара забил источник теплых вод на том самом месте, где возносил молитву колено преклоненной Аверки. Тогда святой повелел людям, бывшим с ним, копать глубокие рвы, где могла бы собираться теплая вода, в коих он всем больным приказал омыться. И всякий погружающийся в те воды получал исцеление по молитвам святого. Однажды дьявол, желая искусить Аверки, принял на себя вид женщины и приступил к святому, прося у него благословения. Взглянув на лицо беса, святой хотел отвернуться от него, но в это время задел правой ногой за камень и повредил ее так, что на голени образовалась язва. Перенося сильную боль, святой стоял, не издавая ни одного стона и лишь держался рукой за то место, где была язва. Дьявол рассмеялся и, приняв свой обычный вид, сказал святому, «Не считай меня одним из тех ничтожных и незначительных бесов, которых ты изгонял. Я старейшина их. И вот ты принял от меня язву, исцеляя других от болезни. Ты сам ныне болен». Сказав этот дьявол, вошел в одного юношу, который стоял около святого и начал мучить его. Святой же Аверки, помолившись Богу, запретил бесу и изгнал его из юноши. В идее юноши бес возопил, «Много зла творишь ты мне, Аверки, и не даешь мне здесь мирно жить. Постараюсь отомстить тебе и заставлю тебя под старость идти в Рим». Возвратившись в дом свой, святой семь дней не вкушал пищи и питья, но пребывал в посте и в сеночных молитвах. Аверки молил Бога, чтобы он не попустил врагу заставить его идти, куда только захочет бес. В седьмую ночь Господь явился к святому в видении и сказал, «Моим промышлением, Аверки, ты будешь в Риме, чтобы и там познали имя мое. Итак, не бойся, ибо благодать моя с тобою будет». Это видение укрепило Аверки, и он рассказал братьям, что слышал от явившегося ему Господа. Вскоре после этого бес, который хвалился заставить Аверки прийти в Рим, начал хитро приводить в исполнении свое намерение. В то время властитель римский Марк Аврелий взял своим соправителем Луция вера и обручил с ним дочь свою, Лукилу. Но еще не успело состоять собрачное торжество, как бес вошел в девицу и начал ее мучить. Опечаленные болезни девицы, отец ее и жених собрали со всей своей земли опытных врачей, волхвов и жрецов, всячески стараясь излечить Лукилу. Старания их не только не увенчались успехом, но девица с каждым днем становилась все хуже и хуже. А бес начал кричать в ней «Никто не может изгнать меня отсюда, кроме Аверки, епископа Иерапольского». Лишь только услыхал об этом отец девицы, император Марк Аврелий, тотчас послал к Ексениану Паплеону, восточному своему проконсулу, послание следующего содержания. «Нашему владыццу стало известно, что в подвластной Тибиообласти находится некто Аверки, епископ Иерапольский, муж столь сильный в христианской вере, что может и бесов изгонять, исцелять разные болезни. Так как он нужен нам, то мы посылаем двух сановников наших, Валерия и Васиана, чтобы они с подобающей честью привели его к нам. Тебе же мы повелеваем помнить его прийти к нам, за что немалая награда будет тебе от нас». Получив такое послание от царя, проконсул отправился к Аверки и стал уговаривать идти в Рим с царскими посланниками. Аверки, вспомнив, что бес схвалился заставить его предпринять на старости трудное путешествие в Рим, подумал про себя, «Хоть ты противник людей и постарался привести в исполнение то, что ты в гордости своей обещался сделать мне, однако ты не возвеселишься. Я твердо уповаю на Бога и надеюсь, что не напрасно придется трудиться мне в старости, но там уничтожу я твою гордость силой Христа моего, который в видении обещал мне свою благодать». Приготовив все, что было нужно для путешествия, святой отправился в путь, призывая на помощь всесильного Бога. А приготовление его к путешествию состояло в следующем. Он взял немного хлеба и в один кожаный мех влил вино, масло, уксус и воду. И взял так, чтобы эти жидкости не смешались между собою. Когда во время дороги ему нужно было вино, то текло из меха одно только вино. Когда ему требовался уксус, вился один уксус. Нужна ли ему была вода, текла одна вода. Так каждая жидкость вытекала в отдельности, несмотря на то, что все они были вместе в одном и том же мехе. Однажды ученик святого без благословения его хотел нацедить себе чашу вина. И вот потекли сразу все жидкости и вино, и масло, и уксус, и вода. И так, что невозможно было вкусить ему этой смеси. В ужасе он исповедал свой грех святому, просил у него прощения. И тогда по благословению блаженного каждая жидкость стала истекать снова отдельно. Когда святой Аверки прибыл в Рим, император вместе с женой своей Фаустиной принял его с честью и отвел к дочери своей, которую мучил бес. Последний, увидев, что пришел святой Аверки, засмеялся, сказав, «Разве не говорил я тебе Аверки, что отомщу тебе за мое поругание и на старости заставил тебя прийти в Рим?» «Да, это действительно так», сказал святой, «но не на радость тебе будет этот проклятый дьявол». И велел святой вывести девицу из палаты наружу. Когда ее увели, беспрепятствовал, не желая идти, но девицу все-таки повели силою. Когда дьявол стал бросать ее на землю и бить, святой же Аверки устремив взор свой к небу, усердно молился Господу об исцелении страждущей от раковицы. Тогда бес начал кричать, «Заклиная тебя Христом твоим, не посылай меня ни в бездну, ни в какое другое место, но дай мне возвратиться туда, где был я до сего времени». Святой отвечал ему, «К отцу твоему, сатане, пойдешь ты, дух злобы, но так как ты потревожил меня, старца, я заставил прийти сюда, то и ты не избегнешь труда и не вернешься отсюда пустым». Вот лежит камень, перед дворцом был камень таких громадных размеров, что множество народа лишь с большим трудом могло бы сдвинуть его на небольшое расстояние. На этот-то камень не указал святой, «Повелеваю тебе именем Господа моего Иисуса Христа отнести сей камень на мою родину в Ераполь и положи его около южных врат». Его дьявол, как раб и пленник, связанный клятвою, вышел из царской дочери, взял тот камень и с тяжким стоном понес его по воздуху через ипподром. Это место конских скачек и состязаний, видя на колесницах. Все бывшие там люди с удивлением видели камень, движущийся по воздуху и слышали великий стон дьявола, но самого его видеть они не могли. Отеся камень в Ераполь, дьявол положил его на том месте, где ему приказал святой Аверкий. Жители же Ераполя, видя громадный камень, внезапно упавший с воздуха, были весьма поражены и поняли сию тайну лишь тогда, когда к ним возвратился святой Аверкий. Освободившись от злого мучителя, царская дочь однако не могла подняться с земли и лежала, не издавая ни одного звука у ног Аверкия. Видя это, мать ее царисов Астина подумала, что дочь ее скончалась и начала плакать. Но святой простер свою руку и возвих девицу живую, здоровую и в полном разуме. Тогда родители девицы придались великой радости и с ними царский по поводу исцеления царевны. Родители ее послали радостное известие и к зятю своему Луцию Веру, который был в то время в походе против Парфян, сообщая ему о выздоровлении невесты. Святому же они предложили богатые подарки и обещали дать ему все, чего бы он ни просил. Но Аверки не взял ни золота, ни серебра, ни какого-либо имения, говоря, не нужно богатства тому, для кого хлеб и вода, то же, что царский обед и пир великий. Просил он только двух вещей. Во-первых, чтобы Веераполе бедным раздавалась ежегодно из податей, взимаемых для царя, по три тысячи мер пшеницы. А во-вторых, чтобы царь приказал построить на средство своей казны бани при источнике теплых вод, который святой извел молитвой из недр земли на исцеление больных. Царь с радостью обещался исполнить сии просьбы святого и дал ему для этого письменное свидетельство. Тогда святой оставался после этого время еще некоторое время, утверждая в вере церковь Христову. Ему в видение явился Христос и сказал «Подобает тебе, Аверки, быть в Сирии и там проповедовать имя мое, утвердить мои церкви и исцелить множество болящих». После этого видения Аверки просил царя, чтобы он отпустил его, тоже не соглашался на его просьбу, боясь, как бы без в отсутствии святого снова не вошел в его дочь. Святой ущевал его оставить свой страх, уверяя, что бес не может возвратиться. Только тогда Итос неохотою отпустил царь святого. Севна корабля Аверки отплыл в Сирийскую область, сперва посетил Антиохию, затем отправился в Апамию и в другие окружные города, восстановляя мир в церквах потрясаемых ересью маркианитов. Маркианит это еретики II века, признававшие два начала благого Бога и материи, находящейся под владычеством дьявола или лукавого существа вечного и злова. Переправившись через Ефрат, святой посетил церкви в Низибии и по всеми Сапотамии, оттуда он отправился в Киликию и Писидию, посетил та же сенат митрополию рефридистую. Во всех тех областях и городах он принес церкви великую пользу, многих неверных обратил в веру Христову, посрамил и заставил удалить сейретиков, верных утвердил и в вере, заблудших наставил на путь истины, и знал из многих людей нечистых духов, исцелил весьма многих страдавших различными болезнями. Все стали называть его ворона апостольным, ибо никто, кроме апостолов, не обошел так много стран и городов. Так святитель распространил славу Христа Бога и много послужил людям на их спасение и просвещение. После этого он возвратился в Яраполь. Жители Яраполя услыхав, что святитель их возвращается к ним и находится уже недалеко от города, все от малого до велика с женами и детьми устремились навстречу ему, и с величайшей радостью преподая к нему, как дети к отцу, принимали у него благословение, получить которое уже давно желали. Войдя в город, Аверкий отправился в церковь и, воссев на свой престол, преподал всем мир и стал поучать народ. И все радовались возвращении святого мужа, особенно же были утешены убогие и бедные, так как Аверкий принес с собой царский указ, повелевающий выдавать им каждый год по три тысячи мер пшеницы из царских податей. И выдавалась сия пшеница до времени Ильяна отступника, который отменил указ и отобрал назад грамоту. По заботам святого царским повелением выстроены были также и бани при источнике теплых вод. Остальные годы своей жизни святой Аверкий провел в преподобии и правде, разумно управляя своею паствою. О своей кончине он был извещен заранее, в видении ему явился Господь и сказал, Аверкий, уже приблизилось время почить тебе от трудов твоих. После всего Аверкий собрал всю свою паству и возвестив, что скоро окончится жизнь его, стал по обычаю получать всех, умоляя слушателей своих, чтобы они всегда были непоколебимы в вере, не отчаивались в надежде и не лицемерно любили друг друга. Затем, приготовив себе гроб и подав всем в последний раз свое пастырское благословение, он предал Господу Святую Свою Душу. Так окончил свое земное поприще Святой Равноапостоль Аверкий на 73 году жизни около 167 года. Оплаков его, жители Ераполя благоговейно погребли это честное тело и возложили с большим трудом на могилу Святого тот камень, который некогда по велениям Святого принесен был из Рима. И по молитвам Святого много подавалось исцелений как от его гроба, так и от источника теплых вод, изведенного его молитвами, коими и нам Господь да подаст свою милость вовеки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.